Нелегальных мигрантов, которые пересекают опасные джунгли между Панамой и Колумбией с целью попасть в США, в этом году может стать рекордно много. Об этом заявила Келли Клеменс, заместитель Верховного комиссара ООН по делам беженцев. «Что касается числа людей, пересекающих Дарьенский пробел, то оно продолжает расти. Если этот темп сохранится, то в этом году людей, пересекающих границу Колумбии и Панамы, будет намного больше, чем в 2022». Дарьенский пробел – крупнейший участок неосвоенной территории на границе Центральной и Южной Америки. Как показывают правительственные данные, за первые четыре месяца этого года количество его пересечений увеличилось в шесть раз. Последние недели мигрантов в этом регионе стало меньше. Однако, по словам Клеменс, кризисы, которые подталкивают людей на опасные путешествия, не утихают. «Причины, по которым люди переезжают, по которым берут свои семьи и пытаются начать новую жизнь в другом месте, не изменились. Это насилие и преследование. Также многие ищут лучшей жизни». Клеменс выступила с заявлением после того, как на прошлой неделе Вашингтон ввёл новые правила на границе США и Мексики. Они призваны сократить число незаконных пересечений. Согласно ним, мигранты должны записываться на встречу с офицерами через приложение. Также они могут обратиться за защитой в страны, через которые они проезжали по пути к границе с США. Если они этого не сделают и будут пойманы на нелегальном въезде в США, им не позволят повторять попытку даже законными способами в течение пяти лет. За другие нарушения им будет грозить тюремное заключение». Эти два маленьких посума нуждаются в небольшой помощи ветеринара, и они попали в нужное место. Их принесли в передвижную клинику для диких животных. Она ездит по Сиднею и каждый день помогает десятку пациентов. Ветеринарам приходится лечить и птиц, и зверей, и рептилий. Например, сегодня на осмотр принесли дикую утку, а затем беременную морскую змею. Ей делают УЗИ, чтобы убедиться в хорошем здоровье будущего потомства. «Я хорошо запомнила животных, которых лечила, и людей, ухаживающих за ними. Они присылают мне видеозаписи того, как выпускают подопечных обратно в дикую природу. Это трогает меня до слёз, и я понимаю, что делаю стоящую работу». Эта клиника благотворительная. Работают в ней ветеринары-волонтёры. Сейчас их восемь. Возможно, вскоре к ним присоединится ещё один. Благотворительная организация была создана в 1997 году с целью лечить диких животных Австралии. Потребовалось несколько лет, чтобы собрать достаточно денег и оборудовать мобильную ветклинику. Сейчас здесь можно сделать рентген, УЗИ, анализ крови и провести другие исследования. «Если кто-то находит раненое животное, то может отнести его в ветеринарную клинику и получить базовую помощь. Но случай может оказаться очень сложным для ветклиник, предназначенных для домашних животных». По данным Департамента охраны окружающей среды Нового Южного Уэльса, в штате ежегодно 90 тысяч охраняемых видов животных получают травмы, болеют или становятся сиротами. Огромную опасность несут и лесные пожары. «Мы хотим не только ежедневно выполнять обычную работу, помогая диким животным, но и быть поблизости во время стихийных бедствий, таких как лесные пожары, наводнения, циклоны и аномальная жара». В стране насчитывается 200 тысяч видов животных. Это млекопитающие, птицы, рептилии, амфибии и насекомые. Причём большинство из них – эндемики Австралии. Такой красочный многотысячный парад в Нью-Йорке проходит каждый год уже более 20 лет подряд. Это приверженцы практики совершенствования Фалуньдафа. По самому центру города движутся красочные платформы, звучит торжественная музыка в исполнении оркестра Тяньго. Он возглавляет шествие. Фалуньдафа впервые представили широкой общественности в Китае 13 мая 1992 года. Практика быстро распространилась по всему миру. Она включает плавные медитативные упражнения, а также принципы истины, доброта и терпения. Всемирный день Фалуньдафа традиционно отмечает в эту дату в разных странах мира. «У меня есть друг, которого я знаю, наверное, с 9 лет. Когда он начал практиковать, я заметил огромную разницу. Он стал выглядеть намного здоровее, его кожа также стала лучше. Меня это очень впечатлило». Фредерико из Бразилии говорит, что он тоже изменился в лучшую сторону, когда вместе с другом стал заниматься Фалуньдафа. «Я всегда был очень неспокойным. У меня были симптомы депрессии. Я курил и пил алкоголь. Сейчас я всё это бросил. У меня вообще нет проблем со здоровьем. Чувствую себя здоровым как никогда». Совершенствование души по принципам истина, доброта и терпение помогло Чиньяню обрести мир в семье. «Раньше я часто спорил с мамой. Но познакомившись с Фалуньдафа, я понял, что должен поступать по этим принципам, то есть быть терпеливым. Конечно, также мне нужно проявлять к ней милосердие». Принципы истины, доброта и терпение нашли отклик и у многих прохожих. «Пять с половиной лет назад я потеряла сына. В жизни редко встречаешь такое огромное милосердие. Здесь мне удалось избавиться от напряжения. Это прекрасно. У них есть плакаты, на которых написано «доброта и терпение». Я очень верю в эти принципы. Так что мне очень нравится». Парад также рассказывает о репрессиях, которые продолжаются в Китае с 1999 года. В КНР приверженцев Фалуньдафа отправляют в тюрьмы и даже подвергают насильственному извлечению органов. «Прекрасно, что они выражают свои мысли, что они протестуют против извлечения органов у живых и невинных людей, что, по моему мнению, ужасно. Интересно было узнать, что происходит, что в Китае Фалуньдафа подвергается репрессиям. Надеюсь, мы узнаем об этом больше. Хорошо, что они рассказывают, заинтересовывают людей, мотивируют их искать дополнительную информацию». Завершился парад у китайского консульства в Нью-Йорке. В археологическом парке Помпеи нашли два скелета, которые позволили учёным ещё подробнее изучить природный катаклизм, произошедший почти две тысячи лет назад. Человеческие останки были извлечены из дома художников за работой. Предполагают, что это были мужчины в возрасте 50 лет. Но погибли они не от потока лавы, пепла и раскалённого газа из Везувия, а, скорее всего, по причине землетрясения. «В данном случае гибель не была вызвана последней фазой извержения и приходом пирокластических потоков и чрезвычайно горячего пепла. Причина в обрушении. Мы видим куски стены на жертвах. У них несколько переломов, вызванных землетрясением при извержении». Помпеи находится в 23-х километрах к юго-востоку от Неаполя. Перед извержением здесь проживало 13 тысяч человек. Катаклизм случился в 79-м году н.э. Его мощность сравнима со взрывом нескольких атомных бомб. Археологи считают, что погибло 15-20 процентов населения города. Большинство были погребены под пеплом, камнями, пылью и лавой из кратера. При этом за последние два с половиной века во время раскопок нашли более 1300 жертв. «Это не был роскошный дом. Тут было рабочее пространство. Нашли много предметов, такие как амфоры, горшки для приготовления пищи. Они также работали с известняком. Там были амфоры с водой, используемые для штукатурки стен. Город реставрировали, он восстанавливался. Однако извержение всего за два дня ада его поглотило». Помпеи нашли в 16 веке. С тех пор здесь ведутся раскопки. Недавно Европейский Союз выделил на проект более 100 миллионов евро. Жительница Кот-дивуара Вивиан Коаме влюбилась в деревья какао в 17 лет. Тогда и решила, что какао-бобы станут частью её жизни. В 2021 году открыла фабрику по производству шоколада. «Моя цель – придать ценность шоколаду, сделанному в Кот-дивуаре». Кот-дивуар – мировой лидер по выращиванию какао-бобов. Их большая часть идёт на экспорт, хотя производство шоколада может принести дополнительный доход. Вивиан решила не пренебрегать такой возможностью. «Я отправилась в Италию, чтобы научиться превращать какао-бобы в готовый продукт. Когда я вернулась, появилась компания Чокови». Упаковка шоколадных плиток украшена изображениями достопримечательностей Кот-дивуара. Есть даже шоколад в форме географической карты страны. Так Вивиан хочет показать другим красоты её родины. «Мне нравится. Я благодарна компании Чокови и её владелице. Она такая молодая и уже делает свой шоколад в Кот-дивуаре». На фабрике помимо Вивиан работают ещё пять человек. За год перерабатывают две тонны какао-бобов. Шоколад продают в магазинах и торговых центрах в Абиджане. Сейчас женщина-шоколадье ищет инвесторов, поскольку хочет расширить бизнес. Храм возрастом 4 тысячи лет нашли в районе Мерафлорес на западе Перу. Руины древней постройки расположены в нижней долине реки Чанкай. Археологи обнаружили признаки проведения культовых религиозных ритуалов. На задней стене храма высечен ступенчатый крест Чакана. Индейцы в Южной Америке использовали такой символ с древнейших времён. «Находка очень важна, поскольку эта Чакана – старейшая, полное изображение, когда-либо найденное в Андах. Это свидетельствует о том, что здесь с давних времён культура и религиозные традиции были связаны с этим символом». Аннская Чакана – довольно редкая находка. В основном, каждая четверть такого креста состоит из четырёх ступеней, реже из пяти. Находили и семиступенчатую Чакану. Как истолковать значение этого символа, доподлинно неизвестно. Самой древнеизвестной цивилизацией на территории современного Перу была культура Норты-Чика. Её представители ещё не умели создавать керамических изделий, но строили грандиозные архитектурные сооружения. Кафе «Малибу Барби» открылось в Нью-Йорке, а точнее, в историческом порту Саут-Стрит-Сиппорт. Здесь можно и сделать фото на фоне аксессуаров Барби в увеличенном масштабе, и в песке поиграть, и попробовать блюдо из меню известного шеф-повара Бекки Браун. А главное, здесь почти всё яркое и в розовом цвете. «Мы просто наслаждаемся. Это моя мама и моя свекровь, а это моя прекрасная дочь. Мы хорошо проводим время. Мы любим Барби». «Первую Барби мне купили в 1963 году. С тех пор я была одержима этой куклой. Когда я увидела, что открывается временное кафе «Малибу Барби», я была в восторге и не могла дождаться, когда приведу сюда внучку». «Сегодня мой день рождения. Мы пришли отметить сюда. Моя дочь любит Барби, поэтому я решила привезти её в это кафе». «Песок – это хорошо». «Я хочу поиграть». «Нет, я хочу сидеть здесь до конца жизни и получить все Барби. Хочу ходить тут, куда захочу». Авторы проекта говорят, что от посетителей нет отбоя. «Мы хотели воплотить мир Барби в жизнь через все ваши пять чувств. Осязание, обоняние, вкус. Мы наслаждаемся летом семейной и весёлой атмосферой. И взрослые тоже». «В меню есть много интересных и традиционных позиций. Среди них – гамбургеры, буррито и овощной салат». «Я захотела сюда прийти, потому что очень люблю Барби и мой любимый цвет – розовый. Это круто, очень подходит к пляжной атмосфере Калифорнии. Идеальное время, особенно на фоне выхода фильма о Барби. Захватывающе. Концепция просто удивительная». Кафе будет открыто семь дней в неделю до 15 сентября. Ожидается, что каждую неделю его будет посещать до 8 тысяч человек.